Посмотрел я на часики и понял, что самое время здесь сделать гениальные Гениальный, интригующий конец серии, а вот и местный босс Верхом на каком-то пеликане прилетел всадник, чьи статуи, собственно, и стояли здесь повсюду Я узнал его по вот этой пике, которую... Опа-опа-опа, что началось-то? 200 дамага, ну это еще можно, а в чем проблема? А-а-а, нихуя по лапам дамаг вообще не проходит Раньше огненные виверны и прочие драконы только в лапы и убивались, а теперь... Ебать, что это было-то? Видимо, неудачная атака какая-то Ничего не понял, что она пытается... Опа, блядь, да это прямо Зевс какой-то нахуй с молниями, ты что? Зевс, правда, немножко похож на Гвина, по-моему, блядь, почему-то в этой части Кстати, вот этого Ацейроса помните, которого Ацелота искал? Это муж Гвинивер написано, блядь Ну, в комментах написали, я потом ещё и на Вики посмотрел. Да, действительно. Пишут, что это, скорее всего, муж Гвинивер. Дочка Гвина, блядь. Гвин воевал с драконами, а дочка на драконе женилась. Пиздец. Я чё-то нихуя не понимаю эту семейку. Чё они не хотят? А дракона, видимо, надо бить только в башню, раз у него башня в таргет взялась. О! Хотя я бы бил во всадника. Я не знаю, какие у меня шансы на победу в этом, блядь, облике дракона. Ебать, ебать. Да никаких, походу, потому что резистов нет, здоровья много, но брони нет, резистов нет. Блядь. Ну, почему он так быстро головой проводит? Он должен зависнуть перед этим, чтобы я успел подбежать, блядь. Тихо, тихо, тихо. Опа. Вот это самое, наверное, убойка, да. Ну, блядь, два раза не успеваю. Достать, скорее всего, тоже не смогу. А ещё он постоянно летать зачем-то пытается. Я вот думаю, что вот если вот эта стрела молний в жопу попадёт, всё, труба. Тихо, 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 гражданин. Гражданин. Видимо, дракон долго носить его не может. Блядь, заебанец. Интересно, кто же это, блядь, такой? Ну, это очевидно, что это бог. Бог молний из Дарк Соулса. Интересно, кто бы это мог быть? Ну, вряд ли это Зевс, да? Потому что другая, другая мифология в Дарк Соулсе немножко на что-то общее. Да и что-то я не помню, чтобы Зевс летал на Драконе, блядь. Ну, пиздец, просто не попадаю. Ничего не могу с этим сделать. Тут надо, видимо, длинный меч как раз. Всё. Зажарит, нахуй. Мне кажется, поскольку я в шкуре Дракона, у меня, блядь, к огню вообще иммунитет должен быть. Ну, блядь, вообще, пиздец. Сколько у него-то... Сколько... А он как не взлетит, я трачу Эстус. То огонь, то ветер, то, блядь, искра в жопу летит. Блядь, вот у этой атаки дальность вообще необычная какая-то. И что-то мне подсказывает, что после... Блядь. Что после победы над Драконом, Всадник слезет и будет... Ну, потому что я урон-то наношу, блядь. Исключительно Дракону. Всадник там сидит, как у Христа за пазухой, блядь. Не достать его. Это как... То есть, если убить под ковбоем лошадь, не значит, что ты победил ковбоя. Тем более, двойные боссы теперь, как бы, в духе... В духе игры. Бладборн ввел такую моду, мне кажется. Хотя и раньше... Не, не, вторая часть. Наша Андра, когда вышла, вот тогда, наверное, эта мода и появилась. Какие в пизду двойные боссы, я... Даже Дракон... О! Ну, опа-на, в глаз, в глаз, в глаз, смотри, как воткнул. А чё, всё? Мне кажется, что даже жизни у Дракона не кончились, просто... Просто после бэкстаба он... Он пал. Может, цель этого боя была ему в глаз меч засунуть? Чё он... Добьёт его сейчас... Да-да-да-да, смотрите, на нём корона. На нём корона, и он... Он, ну, череп. Он опустошёл. Он полый, полый. Это он как... Как гвин высох. Возможно, что это как очередной бог какой-то. А все боги этой игры, это дети гвина, как я понимаю. Да, смотрите, пиздец. Если вот с него вот этот шарфик снять... Ну, пизда, блядь. Ещё одна полоска здоровья. Ой, блядь. Мамку делал. Страшно, блядь. Блядь, нахуй ему Дракон, если он и так летает, заебись, на своей залупе. Даже Гарри Поттеру, чтобы летать была, нужна метла. Блядь, а как к нему подойти-то? Ну, блядь. Выпивание Эстуса отнимает, блядь, просто всё время, нахуй. Очень долго, блядь. Либо в форме Дракона долго так Эстус пьётся, либо просто вообще, нахуй, невозможно лечиться. Да ну, нахуй, вообще, блядь. Как с ним драться-то, блядь? Даже увернуться от него невозможно, блядь. Полный пиздец, ну и уёбок. Да-да-да, охуеть. Ну и чё это такое, блядь? Щит, нахуй, его не блочат, блядь. Охуенно вообще. Вот это босс, блядь, придумали. Увернуться нельзя, блядь, щит не помогает. Хе-хе, блядь, дерись, да? Хуен, придумали чё, блядь, молодцы. Наверное, все деревни, блядь, этого босса сочиняли, пидораса. Ну, понятно, надо нахуй девать на защиту от молнии, на максимально всё, блядь. Потому что у него дрын-то с молнией, блядь. Ты чё? Хуеть можно просто. Это чё такое? Да, от молнии у меня ничего хорошего и нету. Вот. Чёрные наручи. Наручи этой колхозницы помогут нам. Молния 2, блядь. Отлично. Вот, чё это такое? По ноже рыцаря понтифика молния 7 и 0. Ну, это если он мне по копытам попадёт. Ну, а перегруз сразу, естественно, включился. Где, блядь, чёрные штаны эти, ебаные? А, молния, смотрите, какая. Всё, кувырок с нами. Щит. Молния 43. Вот этот, наверное. А, блядь, а от физики где? Вот хороший щит. Физическая сотка. От огня нету, зато от молнии 53, блядь. 66. Ну, это перевес. Нет, не перевес. Но этого от физики нету. О! Вот она рыба моей мечты, блядь. Весом 18 тонн. Ну, дальше пошли вообще нереальные щиты какие-то. У этого, блядь, это всего кроме молнии. Это вообще говно. Ну, это... О! Вот. 16% физического дамага пропускать, конечно, придётся, но... Сдаётся мне, что там не в физическом дамаге вся суть. Вся соль там исключительно в молнии. Может заточить этот щит пойти? Ой, может ещё меч заточить? Блядь, а... А на что точить, если душ нет? Фармить что-то? Ага! А души-то вот они где остаются. Ничего себе. Декорации, кстати, во время боя с этим боссом говно полное. То есть, летающие эти облака. Это в стиле, как ром, праздный паук, где вода и повелители бездны, где просто тьма. Где просто тьмо. Так, сейчас заточим. Попробую щит заточить, потому что, ну, блядь, защита у него очень говённая. Да, ну, хоть обточись, по-моему, всё говно. Такого, блядь, это пиздец полный. Пика от молнии, это жесть, конечно. Если бы она у него просто обычная была, ему бы, я уверен, этого хватило. Они ему, блядь, вообще въебали какую-то хуйню. Заткнись, нахуй, я не в настроении. Укрепить оружие. Укрепить щит деревянный. Осколками титани... Блядь, осколки титанита, это... И что они, блядь, устойчивость только прибавляют. Вот и точи щиты в этой игре. Вообще ничего не точится. Говно ссанное. Раньше хоть всё, блин, повышало. Блядь, вот этот бы взять 28. 17. Ну и вес. Может, в натуре броню снять, одеть крутой щит. А где мой... Ага, вот он. 16 ловкости требует. Самый прикол, что у него нету скейлов от магии, хотя он даёт. И он ещё обычным титанитом точится ядрит колотить. 16. Заткнись, пожалуйста, заткнись, ничего не говори. Сколько мне надо ловкости? Одну единичку. Блядь, левел нужен. Ходыш. Двадцатитысячная душа чья-то лопнула. Как будто её из бога прям выбил. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блядь, давно не виделись, давай уже рожай. Хуять, 40 тысяч. Кстати, сказали, что с ней надо поговорить, чтобы начался... Чтобы секретного босса открыть и печальную концовку. Блядь, до тебя все хранительницы огня глаза имели, чё-то несёшь. Мир без огня. Ха-ха-ха. Да нахуй он нужен, огонь твой. Он уже погас давно. Давай, глаза надевай, посмотрим. Пацаны, никто не должен знать. Только я, хранительница огня, и пять тысяч тех, кто посмотрит эту серию. До самого дня предательства. Какие-то огни, блядь. Ничего не понимаю, блядь, в этом японском... В этой японской лирике. Поэтому ничего подсказать не могу. Огни, искры, блядь, без глаз она видит лучше, чем с глазами. Долбанный Бладборн, блядь, реально. Так, надо распределить Эстус, вылить его отсюда, потому что в бою с этим боссом Эстус ни о чём. Так. Меч крови дракона, его можно закаливать? Хуй-то там, да? А вот это не он. Меч крови дракона можно закаливать, ни хуй-чуть, блядь. Я в шоке. А, ну... Ещё и огня добавить. Ха-а-а, вообще, блядь. Сука. Вот он, походу, лучший меч игры. Меч Лыцаря. Меч Лыцаря Лотрика вообще говно. Чё за статы, блин? Меч крови дракона, осколок титанита. Пипец. Пипец, чуваки. Вот это... Вот он, меч моей мечты. Большой осколок 45, ни хуя их наебенил. Ну, обломки титанита, это уже... Ну, у меня, в принципе, есть, смотрите. Вот этот уже плюс 9. У меня только один камень, который на плюс 10 точит. Всё, обломки титанита кончились. Смотрите, 160, плюс 61, плюс 127, плюс 120. Это уже 240, блядь, 300. Это уже 400 дамага. Здесь тоже 400 дамага почти. Но здесь разного. А я сейчас ещё, смотрите, что сделаю. Меч крови дракона. Допустим, если я вот так... Нет, так дамага будет больше. У меня же нету магии, а жаль. А, он остальные все уменьшит. Говно кусок. Грубый, 190. 140, плюс 81. А, нету у меня этого самоцвета больше. Это говённый. Тьма. Это будет 140, 280. Плюс 126, 300. Ну, 400 дамага, походу, для одноручного меча. Это за глаза и за уши здесь считается. 240, 200... Подождите, 240, 300. Ну, здесь вот меньше получается. 200, смотрите, 200 физического. И ещё 240. 440. 440. А это он всего плюс 7. Залепи своё дуло. Так, дайте-ка проверим, как он махает-то, хотим. Чё-то он его держит, как будто он... А, пиздец, он... Двуручный он, сука. Вот в чём... Вот почему он такой, блядь. Он двуручный. Двуручное говно. Нет, двуручка мне нахрен не нужна. Это медленно очень он машет. Большая колокольня. Ну, надо проверить. Проверить, чё у него там за дома. Не, ну, блядь, пизду. Двуручный. Двуручная это... Борода Ивановна, я говорю, слишком медленно бьёт двуручный меч. Да, он там, может быть, ваншотит мелких мобов, блядь. Но кто-то ваншотит мелких мобов, кто-то быстро два раза взмахивает, и мелких мобов нету. Вообще не показатель. 200, 400, 600. Три взмаха, и нету этой овцы. Сейчас проверим, как мечом тьмы я её разделаю под орех. Тремя ударами, да, я её сейчас завалил. Ну, зато этот меч хорош, когда вот против боссов там явно к чему-то одному резистов-то у босса, скорее всего, не будет. Огонь или тьма на выбор. Третий резист можно выбрать. Да, ну, по-моему, скорость убийства налицо, да. Даже если я с прыжка начну атаковать двуручником. Не, 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 борода. Всё двуручное оружие стало бородой, как правильно кто-то заметил в комментах. Потому что боссы стали быстрые и не позволяют просто махать тебе, ну, двуручником. Один удар нанесёшь, там, я за это время просто вот этим мечиком втащу ударов, ну, три, наверное. Так что давайте меч тьмы плюс 10 и гоу-гоу-гоу. Драться с этим фалоимитатором Зевс, сука. Так, блядь, щит, конечно, не знаю. Подведёт меня этот щит, я думаю, подведёт. Давай. Открыто достижение, максимальное укрепление. Всё, заткнись ты, нахуй. Блядь, почему они постоянно со мной разговаривают? Правая рука ровно 400 дамага. А, вот как надо было смотреть дамаг-то, а не считать сидеть. Меч крови дракона плюс 7, правая рука 450 дамага. Ну, в 50, 50 дамага разница, да, а скорость атаки, скорость атаки ниже в два раза. Вот и думайте. Стоит оно того, а ли не стоит. Так, ну, блядь, не знаю. Кольцо повелителя молний, конечно, есть ещё. Кстати говоря, вместо вот этого беспонтового я бы его с удовольствием надел. Если вес позволит. Насколько повелить, насколько увеличивает-то? Тут надо уже математику включать очень точную. Молния 128 защита, да? Надеваем вот это. 148 сейчас будет, наверное, да? Молния 128, блядь. Оно вообще, блядь, работает? Как узнать-то? Хуй поймёшь. Ну, проверим сейчас ещё. Блядь, уголь юзать не юзать. Да, нахер, у меня вон 30 углей. Хоть обью за себя их до усрачки. Ну, естественно, тут пятен призыва. Нельзя ещё раз в колокол позвонить, может, он улетит нахуй отсюда. Чё-то этот босс мне вообще не нравится, он какой-то, блядь, дикий. Два часа убиваешь виверну, потом он слезает, и пиздец вообще начинается. Начинается что-то просто, блядь, невероятное. Давай, бей в глаз. Блядь, короткий меч просто не достаёт нихуя. Да, смотрите, можно переключаться между наездником и драконом. Главное... Пиздец, от этого вообще вернуться-то можно? Такое чувство как бы, что нет. Не знаю, почему мне сейчас огнём не отхуярило. Я прям в пламени кувыркался. Должно было просто распиздячит меня. Опа, ну всё. Быстро он полетал в этот раз. 700, 1400. А, не, нихуя он не слез. Не, ну мечом плюс 10 я быстро дракона зарубил. Дракона зарубил, сейчас, а то, блядь, всадник этот драконий пиздюли мне вкатит. Слушайте, а если это какой-нибудь родственник Гвина очередной, чё же у них произошло в семье, что дочка, блядь, вышла за дракона, нахуй, этот на драконе летает теперь. Мне кажется, ли он ветром стал. Пиздец, ну просто, блядь, пиздец. Ну просто охуеть можно. Я, блядь, в охуе. Как с ним драться-то? Ну чё это за говнище, блядь? Ебать мой хуй. Ну, летает, блядь, с молниями, чё-то, блядь, тыкнул, нахуй, через щит, блядь, убил в пизду. Ну что за говнище-то, ебать? Пизданулись, что ли, совсем, нахуй. Бладборн, блядь, головного мозга, нахуй. Нахуй эти угли юзать, они вообще, блядь, не помогают. Он один, хуй, по-моему, ваншотит, блядь. Правда, да, блядь, даже не ваншотит, он лечиться один хуй не даёт. Нахуй тогда этот уголь вообще, блядь, обосрался, блядь. Ебанутый, блядь, босс, конечно, пиздец, блядь. Его, наверное, хотели в Бладборн впаять, блядь, да чё-то, наверное, не сложилось, блядь. По сюжету, наверное, не влез. Решили сюда переместить, ты уёбища ебаная. Ой, иди нахуй, заебал, ну пиздец. Вот это, блядь. Надо навстречу ему, короче, кувырочек делать. Тогда не попадёт. Охуеть, я аж, блядь, отлетаю, пиздец, со своим щитом, нахуй. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, блядь. Нахуй, пошёл со своим говном. Петушара, блядь, дырявая. Здесь, наверное, точно надо щит, блядь, хавила, нахуй, надевать. Ну, блядь, заебёт. Ну, где бэкстап-то, блядь? О, попал. Охуеть, как попал? После кувырка как-то, блядь, втащил. Да, видели уже сто раз, нахуй, иди. Я вообще, нахуй, нихуя не понимаю. Как это, блядь? Просто, блядь, две секунды, нахуй, бой с ним длится. Две секунды, блядь. За это время даже, нахуй, понять ничего, блядь, невозможно. Ёб твою мать, блядь. Они чё, ебанутые совсем? Столько здоровья, нахуй, улетает, блядь. В моменты все, блядь. Да нахуй, по какой нахуй щит? Пошёл ты нахуй щит, блядь. Вообще тут щит пизду в этом бою не нужен. Он нахуй вообще ничего не решает, блядь. Есть у тебя, он, нету, блядь, ему насрать. Ну, просто вы, блядь, прям, блядь, вообще нахуй игнорирует пизду. Я не хую знаю, чё у него, блядь, за меч такой, ебать. Пикок ладенец, наверное, блядь. Охуел вообще, блядь, ублюдок, нахуй, кончил. Ну, правильно, бой без щита, блядь, это Бладборн, хуй. Нахуй тут щит, блядь. Да, на тебе, блядь, в автомате. Ну и угол у него, блядь. Голова, под которым сгибается. Он, блядь, себе нахуй шею, блядь, не должен сломать курёнок этот обоссанный. Не, вот для вот этих ударов, пока он сидит, щит ещё нужен. Базарю. Отруби ему ноги, пидорасу, это. О, нет. Да, сучара. Нахуй пошла. Шаловёнка. Ну, давай, уебан. Ну, это вообще охуеть уже можно, блядь. Таким широким фронтом, блядь. Ура, я ударил его один раз. Блядь, не могу без щита, мне со щитом спокойнее, реально. Я даже, нахуй, не успеваю кувырок юзануть, блядь, как он меня выхуячивает. Вообще, нихуя не понимаю, блядь. Как, как, блядь, что тут нахуй делать, ебать мой хуй. Так, ну как дракона бить, я думаю, все уже поняли, блядь. Ничего в этом, сука, сложного вообще нету. Сложность представляет только вот этот, блядь, гандон. Сука, старый, блядь. Пенсионный чек, блядь. Вау, вау. Что-то у него с точностью стало. Куда там, куда там, пропало, по-моему, у него. Да и резкость уже не та. Щит, нахуй, в руки лучше вообще не брать, чтобы, блядь, на него даже не надеяться, блядь, что он чем-то вам поможет. Потому что он не поможет, по-моему, вообще ничем, блядь, здесь. Блядь, удары, конечно, пиздец. О, да ладно. Он тоже, блядь, бэкстабится? Надеюсь, что у него-то хоть фазы нету, второй. Ух, ебать. Пиздец. А это чё ещё такое? Да нахуй иди, блядь, пиздец, ебанутся, блядь. Камон, бич. Ну-ну-ну, не так резко. Я дерзок, но не настолько же. Я не заслуживаю таких, блядь, унизительных поражений. Во-во-во-во. Нет! Сука, как не убил, блядь, непонятно. Блядь, от него, если далеко отходишь, он вообще охуевать начинает. Босс чисто ближнего действия, да? Блядь. Блядь, чудом я успел похиляться. Нахуй. Пошла шлюха старая. Это пиздец полный. На, ребята, блядь. Это вам нахуй. Не этот, блядь. Оцелот, оцелот. Где мой оцелот? Оцелот, блядь. Воздухе пахнет победой, ребята. Воздухе пахнет победой, сука. Пошел нахер, блядь. Соси хуй, старая гнида, блядь. Ну, это пиздец, блядь, ребята, я вам скажу. Открыто. Это единственный босс в этой игре, на которого я потратил больше четырех попыток. Где-то, наверное, раза с шестого, наверное, или с пятого. Блядь, что-то не считаю. Надо посчитать, блядь. Не, я раза с шестого, с седьмого, наверное, даже. Ну, видели, сколько он... Сколько раз он меня вначале просто убил нахуй через щит. Пока вообще не понимал я, блядь, к кому попало, что с ним делать. Это тяжело было. Это, наверное, самый тяжелый босс в этой части. Наверное, топчик вообще. Я не знаю, кто финальный, но этот просто охерел. Может, я опять к нему пришел раньше. Может, я в других доспехах должен был здесь быть, не знаю. Фу, блядь. Все? Ясный день. Главное... Фу, блядь, вообще. Да, по жести. Ну, бой для уворотчиков, конечно. Вот я уже отвык от таких боев, потому что взял щит и с щитом всех убивал. А здесь, наоборот, щит вообще нахер не нужен. Либо какой-нибудь другой щит, абсолютный защит, какой-нибудь хавильский. Если вы щит хавила можете таскать, тогда, может быть, вы его и завалите по бырику и в легкую, я не знаю. Но с вот такими щитами, как у меня, вот этот деревянный или вот этот вот с драконом, он их, блядь, как фольгу за лупой протыкает и все. И это смерть. Кусок титанита, еще один, еще один меч на плюс 10 можно натащить. Нахрен надо, непонятно. Меч тьмы, я не говорю, что он пиздатый, он просто быстро машет. И он одноручный. Я думаю, что любой одноручный меч в финальной заточке даст примерно те же результаты. И фальшион, и не фальшион. Блядь, как классно смотрится пятна крови на этом небе. Так, ну чего тут? Можно что-нибудь собрать, что-нибудь сделать? Лут. О-о-о! Драконоборец тут подох даже. Хуяся. Впервые вижу доспехи драконоборца. Они легкие. Нет, они не легкие, они дерьмовые. Драконоборцы не дают защиты от огня. Говно какое. О-о-о! А вот эти вот местами получше. А местами похуже. Но в общем и целом они... Да, в общем и целом мне надоели мои перчатки. Наручи драконоборцы. О-о-о! Наручи хорошо. О-о-о! По ноже. По ноже говно. От магии вообще не защищают. И тяжелые. Пиздец, в два раза тяжелее темных. Это, наверное, чтобы с дракона не сваливаться, да? Вот кувырок мой замедлился. Почему-то. 65%. Щит снимаем. А, нет. Это анимация в этих доспехах такая. Как будто он долго прыгает. Ну, кольцо, кстати, я... Так и не понял, помогло оно мне чем-то или нет. Скорее всего, нет. Потому что я просто все больше уворачивался, чем... Блять. Больше уворачивался, нежели принимал удары на здоровье. А, нет. Вообще-то... Вообще-то он стал менее, кстати, дамажить. Нет. Кольцо... Кольцо зашибись. Кольцо хорошо. Я... Первые бои, когда я без кольца к нему подходил. Ну, вы видели, да, как я улетал с ваншотами обратно к костру. Меня... Меня телепортировали нежно. Нежно и с любовью. Дескать, гражданин. Пройдите-ка обратно. А, вот это что за дверь открылась. А я там был внизу? По-моему, был. Фу. Да. Тяжкий. Тяжкий. Тяжкий босс-то. А здесь, посмотрите-ка, лестница есть. Ну, труп залутанный, значит, я там лазил. А-а-а, это проход туда, к скале. А чё это там сидит? Там дракон ещё живой есть? Да ладно. А, наоборот. Вот это вход. А там дальше это выход отсюда. Дождь, а как к дракону-то попасть? Он где-то справа сидит. Хм. Ну, здесь и копьё драконоборца, кстати, лежит. Лежало. Вот оно. Копьё с перекладиной, принадлежавшей драконоборцу Арнштейна. Оружие богов в наполненной силой молнии. Арнштейн не был богом. Откуда у него оружие богов? Двуручный колющий удар. Громовой натиск, атакуйте в рывке. Может быть, если бы здесь вот это копьё давало дополнительный урон по драконам. Но оно даёт атаку молнией, что по сути есть. Блядь, я даже меч не зачаровал, я вот так захерачил. Этот золотой львиный доспех связывается с именем драконоборца. Арнштейна. Из эпохи богов. Наполнен силой молнии. Ушёл на поиски безымянного короля. Ну, видимо, нашёл. Нашёл. И остались от него здесь одни доспехи. Что, кстати, насчёт души этого утырка пишут? Гиганта Йорма, безымянного короля. Душа безымянного короля одна из переполненных мощью. Избнай из душ. Используйте её, чтобы получить множество душ, или проведите транспозицию, чтобы раскрыть её истинную силу. Когда-то безымянный поверитель был богом войны. Значит, его доспех это доспех Фраама. Убийцей драконов. Но потом он пожертвовал всем, чтобы заключить с древними драконами союз. Зачем ему союз с драконами? Немножко непонятно. Так. Надо полететь, потратить 85 тысяч душ. Посмотрим заодно, что, кстати, из его... А я был вон в том соборе в конце, в раздолбанном, интересно, или нет? По-моему, кстати, не был. Так. Где это? Мадам. Да-да-да. Надо всё в здоровье вкладывать, потому что всё остальное вообще уже ничего... Вообще не роляет. Здоровье, может быть, даст вам шанс выжить после битвы со следующим засранцем. Ну что, доспехи появились в продаже или нет? Или обязательно пепел нужен? Доспех гундира появился. Весит как просто тонну. А, вот, смотрите, доспех из драконей чешуи. От огня такая защита у него безумная. Золотая корона, блядь, с седыми волосами. Ну, корона, говно. Золотые браслеты, говно. 13 и 7, тоже говно. Ну, от огня хорошо, от физического дамага говно. Хуже, чем вот это. Да и от огня, слушай, нет, полное говно. Даже, даже хуже, чем доспехи дракононосца этого. Которые вообще, извините, бесплатные. Валялись там в качестве приза. Жаль, шлем, говно. Почему сеты такие несбалансированные, блядь? Вот, нахуя мне носить шлем дракона, если он говно? Но при этом доспехи дракона хороши. Я чё, блядь, каждый раз должен одет быть, как, блядь, из цирка убежал? А, ну, пика его, я же видел, меня этой пикой убивали. Меч лунного света, блядь, меч нагового сита, кстати, вот это. А от Сейроса. Душа снедаемого от Сейроса. Из души от Сейроса можно сделать меч, который делался из души нагового сита, блядь, на новой игре плюс первой части. Лунного света, но тот так и не явил себя. Легендарное драконье оружие, как-то связанное с ситом, бледным драконом. Вот именно, как оно связано. Перерождений нет. Круг замкнулся, никаких нет. Ну, то есть, не разомкнулся, наоборот, нет перерождений, существует больше. Наверное, что это был другом сита, может, блядь, или учеником, там, кинхуй поймёшь. Ну, этот меч нагибал, нагибал откровенно в первой части. Ну, в ПВЕ, разумеется. ПВП двуручки никогда не нагибали. Меч правосудия. Это чего? А, видел я. Чё, где, блядь? Лебарда, блядь. Лебарда Гундира. Натиск чемпиона. Ну, чё-то, блядь, дамаг у неё нихуя не чемпионский. Цепь заключённо увеличивает жизнь, стыка и физич, но повышает получаемый уроны, надо было написать тогда для полного абсурда. Это душа чемпиона Гундира, опять-таки. Смотрите-ка, увеличивает жизнь, стойкость, но повышает получаемый урон. Ну, то есть, блядь, и нахуй она нужна тогда? Зачем тогда силу? А вот, вот что делается. Душа безымянного короля. Физический, 128. Молния, 34. Вы чё, да вы чё. Навык Гормовой Удар. Поднимите копьё-меч высоко в воздух, чтобы призвать молнию, которая ударит по врагам на расстоянии. Он это делал в бою, сверху било. Копьё с длинным наконечником для охоты на драконов во время и на богов. Самая ранняя форма оружия, служившего и мечом, и копьём. Прежнему владельцу был безымянный король, божественный охотник на драконов. Оружие наполнено силой молнии, которую он унаследовал. Сила молнии, ну, хуй знает. Гвин, по-моему, молниями швырялся, кстати. У него был огненный меч и атаки молнии нет. Я уже плохо помню. Всю эту подноготную этой, блядь, печальной семейки. Так, здесь где-то есть Виверна и где-то есть... А, собор, я в соборе был. В том месте, где как раз Толстуха, по-моему, и призывает... Чувака в трусах. Или не был. Но здесь я точно был. А, нет, вот здесь призывает... Так, надо понять, как пройти к Виверне. И посмотреть, можно ли сходить в этот собор. Бля, ну, конечно, дистанция тут огромная вообще. Ходи, ходи, ходи тут до бесконечности. Арена битвы с боссом, конечно, вот это вообще, где не стены... Стены, не, столбы есть. Просто на них никто и внимания-то не обращает. А, вот этот собор раздолбанный, это он есть. Да, я всё правильно сказал, что я тут был. Призывают этого. Вот этого, блядь, чувачка. Пошёл ты в жопу. Как попасть к Виверне? Где она сидит? Вот там, на скале справа вообще она сидит. Но я там был. Именно там ритуал Драконьего Камня проводил. Возможно, она улетает. Возможно, она сейчас вернулась, потому что безымянный король пал. Виталия Ногерот. Вообще не понял, как туда. Не, я понял, как туда. А как туда так, чтобы она осталась на месте, а не ушла? Так, тут мы сейчас поднимемся. А, нет. Это не здесь был Драконий. Да пошла ты. Драконий ритуал был не здесь. Блядь, только не ты, колобаха, иди ты. Ой, пошла нахуй. Проститутка. Нихуя она мне... Да вы чё, ебать, охуели что-то совсем? Можно как-то, блядь, быстрее ногами-то перебирать. Сучёный ж, блядь, недоделанный. Заебало всё, нахуй же мне. В этой, блядь, локации. Пиздец какое, говно, нахуй. Заебало просто. Ну, серьёзно, нахуй. Не пройти, не залезть. Постоянно драться с этими, блядь, каменными... Каменным говном, блядь. У которого жизни, как, блядь, хуй знает у чего вообще, блядь. Заебало уже, даблевотины, нахуй. Дерьмо, нахуй, не локация. Пиздец, нахуй. Просто, блядь, говнище. Кто, нахуй, придумал каменных мобов, тот, блядь, в очко ебётся по-любому, блядь. Потому что он даже похож на говно, на какое-то, нахуй. Серьёзно, кусок говна, который поливает огнём. Пиздец, как интересно. Ебать охуенно. Ты, блядь, мразь, ебаная. Куски говна, блядь. Просил вас кто-то, блядь, лезть? Вон она сидит наверху. Давай, уёбок, блядь. О, ну, ногой, нахуй, вниз. Хуяришь, и всё. Петух, ёбаный, блядь. Сука, тут не хочется время тратить. Потратишь, блядь, в два раза больше. Не, она съёбывается. Вообще не понимает, чё. Нахер она туда тут вообще нужна? Блядь, тупизна какая. Она похожа на того дракона, который в начале игры сидят там. Поливают. Может, её из лука надо застрелить? Потому что она нахуй пойдёт. Ну, короче, понятно, больше ничего тут нет. Ничего. И никого. Вроде всех поубивал. Да, дальний бой лестницы. Кто-то, блядь, вылезал из... Вылезал, стрелял из лука и прятался, да? Какой, блядь? Каков боец? Так, а куда дальше-то идти, чтобы... Чтобы проходить-то куда? Замок Лотрика. Где? А, ну я понял. Да, и в замке Лотрика как раз и рыцари эти. Гомор... А-а-а! Да-да-да-да-да. Тут же ещё на небе. Это метка. Значит, осталось... Что тут осталось? Раз. Ну, где-то босса, наверное, два. Бля, в одну серию, наверное, не успею. Да и смысл. Смысл-то успевать в чём? Растягивать надо. Удовольствие растягивать. Ха-ха-ха. Так, мне туда. По-моему, мне... Туда. Ну, чё-то в этой части, кстати, королей как-то просто дохуя. Снедаемый король. Безымянный король. Ну и Лотрик. Тоже король. Чё тут за королевство такое? Снедаемый король, кстати, и правил Лотриком, как я понял, до самого Лотрика. Чё-то это как вообще, интересно? Лотрик потом имя себе взял, да? Когда королём стал. Как... Слуга, как называется моё королевство? Лотрик. Ну, тогда я буду Лотрик. На в очко, ёптать. Довертелся. Ай. Кинжаль в жёпу тебе для остроты не засунуть. Двойной кинжал в жёпу. Да, такой здоровый, такой беспантовый. Большой усколок титанита выпал из его огромной задницы. Так, чё ещё здесь интересного? Призрачная стена, да? Да. Ох ты. Что бы значила эта картина? Крылатого рыцаря? Ну, это броня на портрете. Но я что-то не помню крылатых рыцарей. Кто это такой-то? Ха, шлем вообще, блядь, жёп. Тяжёлый, сука. Ну, я могу его надеть. Броня, какую носят крылатые рыцари, присягнувшие ангелам. Поклонение божественным посланникам расценивалось, как ересь в лотрике и признавалось тремя столбами. Полагаю, что поэтому Гертруда, небесная дочь, была заперта в роскошной камере в Великом Архиве. Там, где был Сид, что ли? Ещё у него броня реально круче... О, ебать, девятнадцать. Ну, это драконьи всадники, походу. Пузатая такая хуйня. Да, броне она даёт просто тьму. Я могу, в принципе, снять шлем, надеть броню. И без перевеса. Ух, красавчик, блядь. Это я перед летним сезоном, да? Не, нахуй, не хочу такое говно носить. Вау. Перчитосы вообще у него огонь. Драконоборца, крылатого рыцаря. Одиннадцать штаны весят, да вы ёбнулись, что ли? Вообще, бля, безумный вес какой-то для штанов. Священный цветок. Щит, священный цветок. Цвяток. Молния. А, защита от магии. Слушайте, такой щит был в Бладборне один в один в соборе я находил. Он нихуя не защищал ни от чего, кроме магии. Как и этот. Видимо, отсылка. Унц, пасхалка. Унц. Лишний раз напоминает, что у них есть ещё одна игра, видимо. Я не знаю. Может, просто совпадим. Может, мне кажется, но кто играл в Бладборн или кто смотрел, по-моему, все заметят, что этот щит похож. В Бладборне, тем более, щитов всего два. Один это дверца от колесницы, блядь, дырявая. Вторая. Да ладно. Вы откуда, блядь? А, ты самый умный, да? Смотрю, из этой троицы. А ты сзади, да, подкрадывался в этот момент? Ну, знаем, знаем эту схему. Да, блядь. Вы не охуевшие тут два? Двое из гей-клуба, блядь. Ничего себе, они меня просто... Зажимают тут по непросто, по КД, конечно. И щит хуй подставишь. Ещё титаноид. Сука, я тебе... Блядь, я твою маму сейчас проткну так же. Вот козлодой, блядь, а. Это кто там бежит, блядь? О, это кто там сидит? Шёл нахер с самим-то пориком отсюда, блядь. Где лес вали? Штаны дезертира. Отличный. Отличный лут конца игры. Штаны дезертира. Штаники. Опа-на. А чё это там такое? А как туда попасть? Ну, тут опять, смотрите. Рыцари Дранглика, видимо, сложили свои головы. Все, кто в красных плащах, те мертвые почему-то. Живы только те, кто в синих. По-моему, нет. Уголь. Интересно как. Так, а как бы за лутом-то залезть? Я чё-то не понял вообще. По-моему, я слышу храп. Мне кажется, там дракон спит. Мне кажется, что для того, чтобы забрать этот лут, надо залезть здесь наверх. И поискать где-то прозрачную стену. По-любому, по-любому она. Кто-то сдох. Нет, да? Хорошо. Ничего, конечно, хорошего, но... А как тогда лут-то забирать? Хуйня какая-то. Вон он тут. Где он? Ну, он где-то на кры... На крыше. А, во. А, нет. А, вон. Оттуда, наверное. Наверное, с самого верха, наверное, надо катапультироваться. Ну, тут, видимо, опять босс. Потому что... Ибо костер. А тут тогда чё? А чё тут? А ничего. О! Хотел драться с виверной. Вот она. Интересно, а почему доспехи пустые? А вот и единственный жилец в красном плаще. Возможно, их дракон всех уделал. Да не просто нежить. Какой ты, у мамы, спамщик, а? Большая пика. А до этого у меня, видимо, пики все маленькие были, да? А, большая пика это сверло, что ли, то? Из первой части. Нет, это просто большая пика. Тяжёлая пика с удлинённым древком изначально применялась на рыцарских турнирах. Предназначена она для натиска. Чтобы справиться с пикой, пешему солдату требуются невероятной силой и ловкости. Ага. Да, тычки заебись. И, кстати, выносливости не так много отнимают. Они пересмотрели своё отношение к копьям, что ли? Како пряные свои отношения пересмотрели, ёпта. Меч у него, кстати, вот этот двуручный, который с кучей магии. А, у вас тут две? Да вы чё, ёпта. А с ними точно надо драться? Чё-то не похоже на то, что к ним хотя бы подойти можно было. Белая. Ага, это белая, а сирень. И чего? Белая-то намного больше, чем жёлтая, хочу заметить. А дамаг по ней проходит лучше. Видимо, тут надо найти к ним правильный подход какой-то. И чё тут, блядь, рашить на удачу, что ли, надо или что? Или серьёзно их, блядь, из лука убивать ставить два часа? Они не дают даже выйти отсюда. А с этой стороны можно спрыгнуть? Тут с моста, видимо, надо спрыгануть вниз. Да-да-да, вон там внизу и лут, видать. Слышишь, огнемётчики, хуево. Блядь, вообще не выйти. Пиздец полный, блядь. Да, под конец, конечно, фантазия у разраба, блядь, зашкалила просто по-чёрному. Надо же такую хуйню сочинять. Обломок, обломок. Пульки в нос, блядь. Урна молнии. Дракону на башку сбросил. У меня есть даже, кстати, громовые стрелы есть где-то. Эх, подобрал там, где с великаном дрался. Ну, тут надо всего-то заточить лук на молнию, закалить, да? Говорят, что всё-таки закаливаются. Правда, не понял, где и как. А, я думаю, чьи ты, блядь, шаги, я слоновьи слышу. Сука, падла, мразь, говно. Хилься, блядь, господи. Охотничий арбалет. Ну, у меня есть арбалеты рыцарей лотрика. А рыцари лотрика, видимо, были против драконов, потому что арбалеты у них на молнию заточены. По умолчанию они молниеносные. Вот мой лутик, блядь. Душа солдат. Честь. Месть, месть. Чё они сделали-то? А, вон они. Почему с этой стороны про месть написано? Если солдаты с этой стороны. Блядь, я вернулся туда же, откуда ушёл. Давайте попробуем влево, блядь, побежать. Вот, смотрите, у меня, кстати, что есть. А, вот, рыцарский арбалет, видите, молния сорок. А он с рыцарей лотрикой падает. Лук драконоборца, блин, не натянуть мне лук драконоборца. Ну-ка, сорок молний. Дай-ка проверим. Недолёт, походу. Охуенное вообще, да? Не правда ли? Вот, мочит. Всего-то 10 лет, и мы убьём этого дракона. Зуб дракона 188. Цель от силы. По-моему, зуб дракона понерфили, кстати. Что-то он раньше был убойный, а теперь говно кусок. Блядь. Там ещё до той стороны моста можно добежать. Попытаться и урвать вон тот лут. Там, наверное, вообще что-то имбовое должно лежать. Потому что туда практически невозможно, куда дойти. По огню-то. Ох ты, блядь, какой-то. Прыткой! Солдафон, блядь. Чё это такое, блядь? Почему я дымлюсь? Ох ты, хера, не понимаю. Эти два петушка живы, блин. Хорошо, хоть глаза у них не красные. Да скажи, мы и без этого тебя, блядь, носуем сейчас. Чё ты там делаешь ещё? А, типы-то вообще борзые. Охуели вообще. Да, но два таких пидораса это перебор, блядь. Их чё-то, блядь, накрутили, блин. Они вообще безумно просто валят. Они мне 200 ударов, я им один, блядь. С прыжка вообще не успеть ударить. Так. Один ушёл. Ну самое сложное, это валить тех, кто со щитами ходит. Без щитов-то это говно. Да и нахуй их убивал, интересно. А, и здесь вообще ничего нету? Чё вы... А-а-а, сука. Вон оно где. Это всё прекрасно. Драконов-то как, блин, обойти? Ага. Вот она щель. Рыло, блядь. Там нигде я ничего разве не пропустил? Я знаю, куда он сейчас дунет, блядь. Не, он чё-то воздуха набрал. 160. Как сюда-то, блядь, а? Да хорош ты, блядь, заебал, ну. Даже не подпрыгнуть. И сюда огонь залетает, ахереть. Ну это, блядь... Это не дракона огонь, конечно. Но тоже огонь. Блядь, ну не дохуяли, а? Серьёзно, так тут по-хорошему. А, это бочки взорвались. Там ещё что-то, блядь. Откуда они лезут? Отовсюду. И чё это за крестьяне? Это тебе, наверное, кто из доспехов повылезал, да? Как я понимаю. Там столько брони на улице стоит, а они здесь. Дебилы. Ой, чья-то лапа здесь торчит. Отошли нахер от меня. А чё это лапа ещё и с тьмой какой-то, блядь. Шоу нахер. Ваншот, что ли? Это у дракона из лапы вот это говно вылезло, что ли? А второго тогда как вальнуть? Уголь, обломок, большой, чё? А второй просто умер, что ли? Непонятно, чё с ним стало. И что вот это за кишка, которая вылезает тут из многих? Такое ощущение, что драконы стали какую-то инфекцию распространять, что ли? Не, а второй-то от чё умер? Даже текстуру потерял. А как к нему туда попасть, на балкончик? Там чё-то лежит такое. Изысканный самоцвет. Вот он наконец-то выпал. Охереть. Но изысканным самоцветом, если точнуть этот меч, то можно начинать ловкость прокачивать и дамаг... Не знаю, блядь, станет ли он в итоге выше, конечно. Всё-таки двойные скейлы, но с другой стороны не такие большие, как если только от силы. Так, я где-то видел лут. Нихрена не понял, где я его видел. Фу. А, вон он. Ну, тут опять, блядь, лабиринт какой-то сраный. Как пройти? Куда пройти? Ну, видимо, как сюда... Кстати, доспехи и драконоборцы снова убили дракона. Хоть они и не босс. Рывок, да. Вон это говно, где клубиться. Чё, пойду завалю. Премию, может, дадут драконью. Сколонись перед пиромантией, дрянь. Мерцающий. Обычный. Блядь, и там чё-то лежит, и тут чё-то лежит. Везде чё-то лежит. Нахер пошёл. Не, серьёзно, отчего умер белый, я так и не понял. Они связаны, что ли, были? Каким-то образом. Охуенно. Да, кстати, Bloodborne, как любая уважающая себя современная лицензионная игра, имеет привычку иногда вылетать. У некоторых вылетает чаще, у других реже, но... Вылетает, походу, у всех. Но, во всяком случае, вылетает у меня. И ещё у двух людей, которых я знаю. Так, где лут? Я видел, что вот он, под мостом. Горящая скула кости. Вот так вот. Ещё напоследок эстус точнуть. Так, ну и последний кусок лута я соберу, думаю, и на этом серию можно будет закончить. А уж следующая, видимо, станет уже, судя по всему, финальной. Я не знаю, сколько тут осталось боссов. Наверное, где-то два, а может быть три. Вроде я всех нашёл секретных теперь уже. Больше всего радовали те, кто бежал. Иди, убей эту старуху в храме, там вылезет секретный босс. Блядь, он не секретный, он обязательный. Просто это какая-то нелепая возможность срезать игру. Я не знаю, зачем это сделано. Видимо, чтобы на новой игре плюс долго не ебаться вначале. Просто приходишь, убиваешь танцовщицу и свободен. Довольно своеобразно, конечно. Своеобразное ноу-хау. Вот. В общем, короче, серия на этом. Заканчивается чё-нибудь, как обычно, жмите чё-нибудь, пишите. Желательно, кроме спойлеров. Ну и адьё.